За благоустройством города Тараклея чуть больше месяца назад следило предприятие Верденица. Но в мае по решению районного совета муниципальное предприятие передало технику и материальные ценности на баланс предприятия Аппоканал. Благоустройство города, вода, это все взаимосвязано. Взаимосвязано и люди более добросовестно будут относиться к заключению договоров как по воде, так и по мусору. Верденицу никто не ликвидировал, никто никуда не следял, никто никуда не присоединял. Верденица как была муниципальным предприятием, так и осталась муниципальным предприятием. Новые изменения должны пойти на пользу жителям города, считает директор Аппоканал. Теперь Тараклейцы платежи за мусор будут получать в одной квитанции с платежами за воду и канализацию. Оплатить услуги можно будет в банке или на почте. Помимо этих изменений поменялся и тариф за вывоз мусора. Для инвалидов первой и второй группы и одиноких людей действует скидка. Раньше был подсчет с человека на количество людей, но это очень трудоемко и нехорошая практика. Потому что люди сегодня выезжают на заработки. Для того, чтобы доказать, что человека сегодня на данный момент нет, он должен принести паспорт с отметкой. Но горсовет решил так, что в частном секторе 20 лет из дома, в коммунальном секторе 15 лет из квартиры. Новым направлением в своей деятельности Аппоканал занимается меньше месяца. Поэтому жители города особой разницы между двумя предприятиями не ощутили. Раз в неделю мусор убирается. Но был недостаток вокруг мусорки. Еще была высокая трава жильцам. Самим пришлось скашивать. И хотелось бы желать лучшего. По поводу тарифов. Это более-менее приемлемо. 15 лет если с семьи, то это нормально. Сегодня в Аппоканал заключено чуть больше 400 договоров. В планах у предприятия заключить как можно больше контрактов на вывоз мусора. Ведь по словам руководства, выброшенный мусор в речку или овраг отрицательно влияет не только на внешний вид города, но и на экологию. Редактор субтитров А.Семкин